Всем доброе утро! Я рада, что вы проснулись и мы можем вместе с вами двинуться по дороге жизни и оставлять след помазания. Вы знаете, что это на самом деле серьезно, что мы не просто ходим по жизненной дороге. Мы не просто встаем, мы не просто идем по собственной квартире. И когда мы отправляемся в город по своим, казалось бы, делам, на самом деле у помазанников есть следы. И если эти следы мы оставляем в правильном месте, куда нас Бог отправляет, то и последствия они будут иметь влияние. И в этом плане не все мы можем отследить, где мы бываем и что произошло, но помазание работает. Сила Божьего присутствия начинает распространять то, что является его природой в нас или через нас. И когда-то Давид сказал интересную фразу, как поносят следы помазанника твоего. То есть это в одном из псалмов он говорит эту фразу, эту мысль, потому что на самом деле враг четко знает, где пошел помазание. И поэтому он тут же подтягивает кого-то, чтобы опорочить, чтобы каким-то образом нейтрализовать то, что сделали эти следы. То я хочу сказать, что в нашем праве и в нашей власти останавливать подобного рода вещи, чтобы они к нам не имели отношения. И там, где мы проходим, просто запрещать демонической природе разбрасывать негатив там, где прошли помазанники. То есть мы ставим защиту на сделанное дело, мы ставим охрану на то, что Бог поручил нам выполнять на этой земле. И поэтому, где бы вы сегодня ни были, поставьте защиту. Скажите, Господь, я туда пришел, и это не будут напрасные следы. Я оставляю там Твое присутствие, Твое царство, и даже тогда, когда я уйду с этого места, оно там будет работать и произвращать Твои плоды. Но мы возвращаемся к той тематике, о которой мы говорили по поводу Давида, его решения в отношении Амалекитянина, того молодого человека, отрока, который рискнул убить Саула и, казалось бы, сделал доброе дело. Но исходя из мотивации, почему он оказался на том месте, можно предполагать, что эта мотивация была связана в лучшем случае с любопытством, а в худшем чем-то еще. Обобрать убитых, либо посмотреть, как умирают сильные и так далее. То есть это некоторое извращенное желание. На мой взгляд, мотивация там могла присутствовать. И поэтому, коль он там оказался не случайно, то и последствия начинают вырисовываться сейчас в его судьбе в очень неприглядном варианте. Тогда Давид сказал ему, как ты не побоялся поднять руку, чтобы убить помазанника Господня. Призвал Давида одного из отроков и сказал ему, подойди, убей его. Сам Давид это не собирается делать, потому что отрок с отроком. Казалось бы, пусть это сделает кто-то по его силам. И тот убил его, и он умер. И сказал к нему, Давид, кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил, я убил помазанника Господня. Опять мы возвращаемся к силе свидетельства уст. От слов своих осудишься, и от слов своих оправдаешься. В данном случае, сказал ли он точно то, что произошло, или придумал, это уже не имеет значения. Главное, что эти слова были для него приговором. И поэтому, друзья, когда мы с вами что-то произносим, когда мы говорим о ком-то, о самих себе, либо хотим поднять авторитет, собственный авторитет в глазах другого человека, приукрашивая какие-то события, мы можем очень жестко ошибиться, исходя из того, что на самом деле в его сердце является ценностью. В данном случае, исходя из общепринятых человеческих параметров, Амаликитянин предполагал, что Давиду будет приятно услышать, что убит Саул, а он был одним из тех, кто помог ему умереть. И поэтому он принес ему, не забрал себе, а принес Давиду эти царские атрибуты. Но Давид на них не отреагировал, а вот на слова отреагировал. И вот здесь он сделал такой выбор и такое решение, которое лишило этого молодого человека вообще шансов на жизнь. Поэтому да поможет нам Господь понимать суть вещей и быть очень аккуратными в своих суждениях, в своих решениях, в своих словах и быть осторожными в своих взаимоотношениях. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что у нас есть такая возможность сегодня помолиться к Тебе о том, чтобы наша жизнь, она была на самом деле всегда вверх. Чтобы мы поднимались от обстоятельств, поднимались от мнений людей, формировали свои ценности не исходя из того, что происходит в обществе, а исходя из того, что Ты утвердил на века. И я благодарна Тебе, что Ты тот, который знаешь, где есть помазание. И сегодня мы пройдем по определенным дорогам жизни. Сегодня мы пройдем по определенным местам. И пусть там останется след помазанников Твоих. Я верю, что Твое помазание, оно на каждом, кто вошел под покров Твой, кто принял на себя силу Святого Духа, кто рожден свыше и несет внутри себя природу небес. И я благодарю Тебя, что могу сейчас исповедовать Твою благодать, исповедовать Твою силу и власть в судьбе каждого из нас и защитить следы помазанников, чтобы охрана ангелов Твоих встала на этих путях. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok